Детектив Мы с вами будем говорить о жанре, которого не существует. По крайней мере сегодня. Детектив умер. Все то, что сегодня в больших количествах, в книжных магазинах и библиотеках продается и предлагается под названием детектива, как правило, являются дешевой, не хочется говорить китайской, чтобы не обижать китайцев, просто дешевой подделкой. Детектив имел очень короткий век. Таких мало в живших жанрах очень немного, я других не могу назвать. Он просуществовал всего лет 60 и скончался в том числе по причинам политических. Любой текст, любой жанр, начиная от сказки про курочку Рябу и заканчивая хоть предвыборной речью Дональда Трампа, имеет несколько смысловых уровней. Как минимум всегда в любом тексте есть уровень философский, есть уровень психологический, есть уровень политический. Мы сосредоточимся сегодня на последнем уровне. Итак, перед вами кто? Эдгар Алан По. Замечательно. Кто такой Эдгар Алан По? Это человек, создавший детектив или человек, написавший первый детектив? Я думаю, не он создал детективный жанр, он создал только первые произведения в этом жанре. А это не одно и то же. Потому что жанр предполагает определенную систематичность, широту, представительность. Эдгар По написал рассказ, я думаю, что многие даже назовут этот рассказ, который считается первым детективным произведением в мире. Совершенно верно. «Убийство на улице Морг» в 1841 году. Эдгар По – это писатель романтика. Для того, чтобы понять ту нехитрую мысль, которую я попытаюсь вам предложить, мы должны с вами еще дополнительно, благодарю предыдущего выступающего, но все-таки вспомнить, в чем отличительные признаки романтизма как литературного направления. Первый признак уже был назван – это двоемерие. В романтическом произведении мир расколот пополам. Это может быть добро и зло, но вовсе не обязательно. Этические оценки здесь не столь принципиальны. Важно, что есть два принципиально различных мира, которые конфликтуют. Как вы думаете, что еще характерно для произведения романтического, кроме двоемерия? Ну что это? Расшифруйте. Согласен насчет чувств, но нужно усилить. Потому что какие-то чувства есть в любом произведении. Сильные, очень сильные, исключительные. Второй признак романтизма формулируется так – исключительный герой в исключительных обстоятельствах. И, наконец, третий отличительный признак – филологи есть, филологов должны этому обучать помимо их воли. Это второй, исключительный герой в исключительных обстоятельствах. Третий признак, как ни странно, это ирония. Ирония – это и есть эффект оценки, который возникает при наличии двух разных точек зрения, двух разных слоев. Ирония – это когда говорится одно, а имеется в виду другое. Вот это, по сути, если не изобретение, то важный признак романтизма. Так вот, детектив – это жанр романтический. Каким его создал Эдгар По, так он и жил. И когда он перестал быть жанром романтическим, он перестал быть. Ни романтический детектив – невозможно. Но здесь есть небольшая, но забавная литературная загадка. Эдгар По в 1841 году создал готовую схему детектива, которая включает в себя следующее. Криминальная тайна – великий интеллектуал, который эту тайну раскрывает при помощи своего разума. Это специфика детективного жанра, что в нем исключительно не чувство, а интеллект. Это особый сегмент романтической литературы. Все готово. Казалось бы, начинай эпигон, последователь, иди за метром, воспроизводи схему, получай славу и деньги. Что и произошло, но до 1887 года детективный жанр не развивался. 46 лет. Что произошло за эти 46 лет, а точнее говоря, что не произошло. Почему отдельные произведения не переросли в полноценный жанр. Значит, чего-то не хватало. Значит, на одном романтизме детектив не построишь, и нужна была еще какая-то прививка. По моей гипотезе, второй источник детектива, помимо романтизма, это социальная критика. Или, что можно выразить другими словами, политическое диссидентство, оппозиционность. Эдгар По не был политизированным писателем. Если вы прочтете корпус его текстов, вы можете обратить внимание, что социальные вопросы его волнуют очень мало. Проблема власти вне поля его зрения практически. Нужен был кто-то еще. Вот этого персонажа вы наверняка не узнаете, хотя вы, скорее всего, знаете, кто это, но я нарочно выбрал нетипичный портрет. Кто угадает? Ну, никто не угадает. А? На Гоголя похоже. Да, ну, тогда все так ходили просто. И это, друзья мои, Чарльз Диккенс. Молодой. Чарльз Диккенс тоже не создал детективного жанра, хотя у него есть один очень интересный сыщик. В романе «Холодный дом» есть детективная загадка, и там действует такой инспектор Баккет. Я недавно перечитал этот роман, и у меня сложилась очень стойкая гипотеза, было бы интересно ее обсудить с литературоведами, что инспектора Баккета списал Достоевский в образе Порфирия Петровича. Очень много совпадений. А наследником Баккета и Порфирия Петровича в 20 веке среди детективов является лейтенант Коломбо. Если вы смотрите сериал Коломбо или помните «Преступление и наказание», то вот это все из Диккенса. Все эти штучки и приемы, которым пользуются названные герои для того, чтобы разоблачить преступника, впервые показал Диккенс в романе «Холодный дом». Но даже не это важно. Диккенс добавил вообще популярную в массовую литературу вот это измерение политического протеста. Потому что одна из основных сквозных идей творчества Диккенса — идея неправильности всего социального порядка от начала до конца. И во всех своих романах он поочередно разоблачает почти все социальные институты — школу, бизнес, в романе «Холодный дом» — это суд, в романе «Крошка-дорит» — это тюрьма и так далее. Так вот, по моей гипотезе, романтизм плюс политическая, политическая, социальная критичность дают нам детективный жанр. Теперь поясню, почему. Я так считаю, как это происходит. Этого человека, думаю, узнают несколько большее количество людей, чем предыдущего. Кто это? — Конан Дойл. — Конан Дойл, совершенно верно. Это Артур Конан Дойл, доктор, английский врач, который для заработка придумал персонажа по имени Шерлок Холпс. Я напомню дату, 1887 год — это год выхода первой повести Конан Дойл под названием «Этюд в багровых тонах». Именно там Конан Дойл впервые соединил эти два элемента романтизм и социальную критику. Романтический элемент очевиден. Шерлок Холмс — идеальный романтический герой. Он исключительно стоек, исключительно талантлив, исключительно изобретателен, исключительно умен. Он наделен всем спектром исключительных небывалых человеческих качеств. При этом он исключительно хладнокровен и исключительно бесчувственный. Я говорю про аутентичного Шерлока Холмса, не про того, которого нам показывает кино. В кино, я думаю, Шерлока Холмса сыграть нельзя. Или, точнее говоря, его должен играть автомат. Вот я думаю, в кукольном театре было бы интересно попробовать поставить Конан Дойля, или как иногда делают, чтобы его играла кукла, а всех остальных играли бы люди. Но спросите вы, а при чем же тут политический смысл? Мы к этому подходим. Сейчас я вам покажу одного из персонажей повести «Этюд в багровых тонах». Вот, на мой взгляд, в этом отношении ключевого. «Этюд в багровых тонах». Это не Лестрейд, это его коллега, менее известный полицейский инспектор, фамилия его Грэгсон. У нас в сериале «Отечественном» его играет замечательный актер Игорь Дмитриев. Вот не мог отказать себе в удовольствии просто вам показать этого актера. Может быть, вы помните, его видели, но не знали, как его зовут. Почему интересен именно этот персонаж? Дело в том, что это первый персонаж, который в первом произведении Конан Дойля по сути выступает с политическим манифестом. Манифестом саморазоблачительного характера, потому что, как инспектор Скотланд-Ярда, полицейский чин, он олицетворяет собой власть. И этюд «Багровых тонах», если вы помните, начинается с того, точнее, сюжетная его часть, там есть еще экспозиция, знакомство. Сюжет начинается с того, что Шерлок Холмс получает от этого товарища записку следующего содержания. «Мистер Холмс, произошло загадочное убийство». И тут, внимание, вот на этой фразе я хочу сосредоточить ваше внимание, потому что, на мой взгляд, это ключевая фраза для всего жанра. Произошло убийство, мы ничего не можем сделать. Вот мне кажется, что вот эта идея, которая при поверхностном чтении может казаться второстепенной, в действительности, это системообразующая идея детективного жанра, и когда эта идея уходит, вместе с ней уходит и сам жанр. Это идея несостоятельности государства. государство не может выполнить своих функций. Восстановление справедливости, наказание преступников, защита потерпевших жертв, предотвращение преступлений почти всегда, по крайней мере, в обозримую историческую эпоху, скажем, нового времени, были прерогативой государства. Детектив строится на том, что государство этого сделать не может. полицейские не способны раскрыть те преступления, которые может раскрыть Шерлок Холмс. Таким образом, приумежуточное резюме политическая природа детектива состоит в том, что происходит гибрид двух конфликтных политических мировоззрений. Мировоззрение аристократического и мировоззрение демократического. Демократизм детектива состоит в том, что власть в обществе не монополизирована, она распределена. Король, судья, полицейский это не икона, это не безгрешный добродетельный субъект и для того, чтобы в обществе существовала в частности справедливость, необходимо усилие не только государства, но и его граждан. Это идея демократическая. В чем же аристократизм детектива? Дело в том, что в рамках концепции детективного жанра альтернативой государству может быть только выдающийся великий человек. Это не концепция гражданского общества, как можно было бы подумать. Потому что концепция гражданского общества предполагает сеть более или менее равноправных индивидов и групп, между которыми распределены различные функции. В рамках концепции гражданского общества можно было бы сказать, то, чего не может государство, например, найти убийцу, давайте сделаем мы сами. Но детектив нам говорит нет, он не говорит вам давайте объединимся и поймаем Мариарти. Нет, детектив говорит, должен прийти он, великий одиночка, единственный в мире человек, который может победить Мариарти. Это уникальный герой, это не каждый из нас, не любой невыбранный неназначенный человек, это тот, кто наделен определенными почти сверхъестественными качествами. Вот в этом аристократизм. Дальше развитие жанра к его смерти, потому что любое развитие в конце концов это путь к смерти, развитие жанра идет по следующей модели убывания аристократизма и нарастания демократизма. Ну вот в качестве примера последняя персоналия на сегодня вот совершенно обожаю этого человека. Кто узнал? Честертон, совершенно верно. Гилберт Кит Честертон. Вот тут он сидит, вообще он как Гулливер. Вот когда он на фото с другими людьми, он выше почти на полкорпуса. То есть гигантского роста и скажем так крайне упитанного телосложения. И кстати говоря интересно, что он послужил сам прототипом одного из сыщиков. Вот был такой абсолютно выдающийся мастер детектива, сегодня практически забытый. Звали его Джон Диксон Карл. Он для своего сыщика доктора Фелла взял в качестве прототипа Честертона. Так вот Честертон и некоторые другие авторы снизили аристократизм романтического героя и усилили демократизм. Каким образом? Набор черт Шерлока Холмса таков, что он не может встретиться в жизни. Честертон и другие авторы Агата Кристи в частности добавили к этому романтизму сначала каплю реализма, потом все больше, больше, больше добавляли реализма, чтобы великий герой-сыщик мог быть все больше, больше похожим на нас, на реальных людей. Поэтому вот эти выдающиеся качества, вот эта смелость сверхъестественная, ловкость, удачливость, они постепенно начинают уходить. Но остаются какие-то почти пародийные знаки. Ну, например, у Эркюля Пуаро огромные усы. Вот, по сути, и все, что в нем есть исключительного. Есть такой замечательный герой Ниро Вульф, тоже прекрасный пример того, как демократизм побеждает аристократизм. Ниро Вульф великий человек только в одном отношении, примерно в таком же, как сам Честертон. Он настолько жирный, что он не может выйти из дома. Читали, почему кто-нибудь это? Роксо Сталута. Очень забавные произведения, кризисные, конечно, для жанра, но очень забавные по-своему. Он фактически бездвижен, и поэтому он сидит дома, и там расследуют эти преступления. Но, повторяю, это путь в никуда. Это почти конец жанра. И после Второй мировой войны жанр практически прекращает свое существование. Почему? А потому, что нацизм, поражение нацизма практически дискредитировали полностью идею превосходства одних людей над другими. Поэтому после войны уже нельзя было всерьез писать про персонажей, наделенных вот таким величием, как Шерлок Холмс. Детектив практически перестал существовать. Второй реалистический подход к детективному жанру это так называемый полицейский детектив, например, романы про Мегре Жоржа Семенона. Но, так как утрачена вот эта политическая установка на ничтожность государства и величие гражданина, и место сыщика занимает полицейский, энергия жанра иссякла. Неинтересно об этом писать, ну неинтересно писать просто про полицейского комиссара, который просто раскрыл много преступлений. Если за этим не стоит никакая идея, в данном случае идея политическая. Сегодня, в эпоху постмодернизма, о которой нам сегодня уже говорили, я одно время прогнозировал возрождение детектива. Почему? Потому что есть у романтизма и постмодернизма одна точно совпадающая общая черта, в силу которой, и мы это видим уже сейчас, романтизм в постмодернизме себя чувствует прекрасно. Вы можете догадаться, какая это черта, исходя из того, что я сказал. Это ирония. Прежде всего, это ирония, потому что двоемирие для постмодернизма безразлично. Хоть два мира, хоть один, хоть ноль, хоть сто. Все равно. А вот ирония это точка контакта, романтизм и постмодернизм. Почему же возрождение детектива не происходит? Хотя, например, популярность сериала «Шерлок», бешеная, необъяснимая, на мой взгляд, ни его художественными достоинствами, ничем иным, связана просто с тем, что по Холмсу люди стосковались. Романтический герой нужен. Нужен он, необходим человеку. Но есть еще одно условие, еще одна мировоззренческая предпосылка детектива, про которую я не сказал. Это культ разума. Романтический герой детектива это герой, который верит в логику. Сегодня логику не верит никто. Поэтому романтизм будет процветать, детектив процветать не будет. И, в заключении, несколько слов по поводу России. В России детектива никогда не было. демократизм я думаю, нетрудно догадаться, если принять мою гипотезу. В России никогда не встречались аристократизм и демократизм. Аристократическая эпоха Серебряного века не была демократичной. Советская демократическая эпоха не была аристократичной. И в России никогда не было культа разума. Но жанра нет, но есть отдельные произведения. Например, Борис Акунин иногда где-то один роман из пяти пишет как настоящий детективный роман, в котором есть тайна, есть логика ее раскрытия и еще очень важный демократический элемент детектива. Согласно канонам детектива читатель должен находиться в равном положении с автором. Ему должны быть предоставлены все те же данные, что и герою, и он должен быть в состоянии логически из этих фактов вывести правильный ответ. Некоторые очень хорошие детективы даже так и пишутся в какой-то момент, автор делает ремарку. Дорогой читатель, в этот момент у тебя есть все данные, чтобы разгадать загадку, если ты хочешь, ты можешь попробовать. Я иногда пробовал, изредка у меня даже получалось. Так вот, иногда Акунин пишет что-то похожее. Он взял, по сути, Шерлока Холмса и добросовестно скопировал все черты романтического героя. У Эраста Фондорина есть как минимум одна совершенно исключительная черта. Это его удачливость. И в этом есть ирония. Потому что Акунин это конечно очень ироничный писатель и он иронизирует над этой удачливостью и тем самым он получил хорошего романтического героя. И это непосредственно связано с политической оппозиционностью Акунина. То есть сегодня в России детектив возможен только как жанр протеста. Я не призываю вас искать всегда политический смысл в том что вы читаете. Я могу вам напоследок посоветовать. Прочитайте какой-нибудь один настоящий классический детектив написанный между двумя мировыми войнами в Англии и в Америке. Например роман Джона Диксона Карра «Убийство в замке Боустринг» или роман Эль-Ли Квинна «Дом на полпути». Даже не вникая в политические смыслы вы наверняка получите большое удовольствие от игры человеческого ума. Готов и буду рад ответить на ваши вопросы. передам «Осторожно только со сторон». «Лучше отойти». «Добрый день, у меня вопрос. Вы упомянули в своей лекции, что детектив после Второй мировой войны умер из-за падения нацизма и невозможности идеи превосходства одного человека. Но это парадоксально, потому что вторая половина двадцатого века, а именно середина Второй мировой войны, это рассвет эпохи помеха в моменте. То есть эпоха рассвета какого-то бога среди людей, иноземного бога, который находится с другими людьми, абсолютно моральный и абсолютно чистый. То есть как-то пересекается. Спасибо, да. Но это лишнее подтверждение того, что когда что-то выгоняешь в дверь, оно влетит в окно и тот пример, который вы привели, можно вспомнить про Джеймса Бонда еще как пример той же тенденции. Все-таки попытки реабилитировать величие и реабилитировать романтического героя. Почему детектив не выстоял в этой борьбе? Знаете, есть такая тенденция. Когда происходит катастрофа, то более сложные организмы вымирают, а более простые выживают. Детектив это очень сложный жанр. Если сейчас объяснять более подробно, как он устроен, то нам потребуется еще примерно столько же времени. Существует кодексы детективного жанра, самый короткий говорит, что есть около 20 правил, около 20 правил написания детектива, которым нужно следовать. Можно выдвинуть пессимистическую гипотезу. После Второй мировой войны существенно упал интеллектуальный уровень населения. Писатели не исключение. То есть, для того, чтобы написать хороший детективный роман, нужно больше сил, чем чтобы написать просто хороший роман. Потому что, чтобы написать просто хороший роман, вам нужен только талант. А чтобы написать детектив, вам нужна еще дисциплина. Это первое. И второе. Вторая мировая война, кроме того, о чем я сказал, дискредитации идей романтического героя, дискредитировала еще и идею власти. Даже не столько сама война, сколько нюрнбергский процесс, который раскрыл механизм войны. После Нюрнберга, а в особенности после 60-х годов, когда это все было осмысленно, слово власть стало практически ругательным. Детектив строится на идее власти. В детективе главный герой это носитель власти. Пусть неформальный, неофициальный, но это носитель концептуальной, идеологической, интеллектуальной власти над людьми. Такой персонаж сегодня возможен, но богема, художественная элита считает, что выводить в качестве положительного героя носителя власти невозможно. «Все, спасибо конечно же люди делятся на два типа гении идиоты и и быть гением это сложно а для того чтобы написать хороший импутатив нужно быть гением потому что никто не будет читать произведения в котором нет вот это вот странные сюжетные линии которые может разгадать только гений и людям нравится чувствовать себя идиотами именно когда происходит это развязка и этот сериал дает человеку то что он обожает он обожает чувство себя иногда гением иногда идиотом но я я отвечу я могу без микрофона достаточно громко говорить только что на запись это не попадет я согласен мне очень нравится ваша идея это контраст я концептуализирую то есть назову это красивым термином это контрастные раздражители то что называется психологии в риторике принцип контрастного раздражителя маятник качели чувствовать до себя глупее другого иногда приятно очень приятно чувствовать себя умнее другого и эту функцию вот он посмотрите как он хорошо показывает что он глупее вас то есть вот этот второй персонаж он тоже необходим доктор ватсон необходим для этого чтобы значил холмс без противовеса в виде ватсона всегда нужен фон и между этими двумя полюсами раскачивается зритель читатели получает удовольствие как на качелях я с вами согласен знаете кто и кто не может получить удовольствие так называемый нормальный человек я тоже но говорят что они где-то есть спасибо большое дорогие друзья а пожалуйста вам то хотел бы спросить вас опять же с массовой культуры потому что вы все время говорили об этом но вы никак не упомянули настоящий такси сериал первый сезон как рядом потому что а второй он может уже отошел от той темы которые задали в первом там как раз таки но если брать ваши критерии оценивания таксила то там есть романтические герои ответите мне на ключевой вопрос я вам скажу есть ли там интеллектуальная загадка которую может разгадать зритель тогда это что-то другое это называется криминальный жанр жанр о просто рассказывающий о преступлении и его расследование это называется криминальная литература они детективные детективная литература это литература которая принципиально пускает читателя и зрителя на место сыщика и я думаю в этом еще одна причина притягательности детектива не просто почувствовать себя умнее или глупее а встать на место великого человека ни один другой жанр не позволяет вам занять место главного героя детектив вам это позволяет сделать принципиально но это так сказать бонусом то что мы вроде закончили и тут вы спасибо большое еще раз